вот советское время я вот мог выйти из университета зайти гастроном который по дороге и как у нас говорили проблема свободного времени решена почему а потому что там стоит очередь колбасу выбросили сейчас вот качество колбасы хуже стало вот если допустим его бы на прилавку выбросили можно сказать выбросили да иногда хочется выбросить ее а тогда чуть-чуть получше была колбаса но почему-то тогда употребляли слов выбросили ну понятно почему потому что простонародью мало что доставалось если там план не выполняет им с рай пищи торга гор торга что-то подбрасывали и они реализовывали и даже положим в то время неудивительно было если какие-то конфетки там я помню пугачом баловался в больницу попал и мне из деревни по моей просьбе привезли книгу там сказок я еще да вот достаточно мальцом был волшебной сказки там которые я классе ребят читали но так как я в больницу попал мне без очереди привезли эту книжку на этой книжке там граммов 200 что ли 300 и рисок были забавно и риски назывались там один чернов через реку там немцы жили по волжье когда-то при солыпине переселенные в восьми километрах от нашего села южнее и вот о них потом в 38 году на волне раскулачу не второй волне перевели вот как раз в казахстан в это село и там вот этот чернов парень он говорит вот забава оправдывает свое название потому что забавляешься пытаешься говорит отодрать вот бумажку как там обертку от и риски а почему а потому что привозили вот эти товары и риски тоже забавали кис-кис были большой редкостью и начальству могло себе позволить на складе отовариваться свежаком а для простого народа нет это годы спустя я приезжаю в родное село и брат ныне покойный у него жена в магазине работает а там жесткое правило ну как сказать жестокие нравы капитализма не продали товар забирайте домой ну а бывает часто просрочен товар и там они вынуждены счет зарплаты уносить домой и вот я прихожу что-то в магазине свежачок купил брат покойный с сыном говорит ой хорошо свежак покушаем а то горд мы как псы с помойки всякую дрянь едим вот какой-то мере советский покупатель был как пес с помойки потому что начальство районное городское все получало у меня брат был директором торгового предприятия и я на почте почтальоном на полставки и приходили наши торговые предприятия из москвы посылки там всякий дефицит всякие ништяки всякие вот и все он там скрывает и как от изначальства там директор совхоза там кому-то там начальником городской местным значит всем раздает там а простой народ он ну был до база посыл торга до иногда можно было там у нас как-то это знаете своего рода как стол заказов был но в ассортименте не могло не быть и вот видимость создавали что что-то есть человек мог выписать через базу посыл торга я когда-то вот лавсан дефицит был большой ток появился я помню работу на почте рубашку себе выписал лавсановые помню да ну что хочу сказать простом народ не заставался и вот многие такие вещи они лежали на складе и когда надо было выполнить план то само собой и сба с базы что-то поставляли для плана и они уже полежали достаточно там на базе эти товары хорошо если это там какие-то там куртки вот я как-то университета я смотрю когда рядом спортивный магазин и там из кожзама дефицит страшно огромную очередь я даже не по размеру взял и жару приперся в университет в этой курточке а тогда редкость была большая или я положим узнал что там у нас на вайнера наши любимые улицы пешеходные там значит продавали в спортивном магазине там братья агафуровы татары до революции владели этим магазином и там в этом магазине спортивного касса привезли кроссовки а это большая редкость бы мы могли не был кроссовок мы могли дешевые кеды купить какие-то а тут прихожу и они мне пожалели то ли я журфака то ли что в общем они я уже рассказывал говорят вам какой размер я говорю у вас все равно видно нет нет у нас осталось и ну скажите ваш размер я говорю ну 42 или 41 42 вот-вот-вот как раз у нас одна пара осталось представляете одни видимо скорее всего по наставляли себе там под прилавком но начальство не одобрило то что они слишком много себе как город не дай бог народный контроль нагрянет и сказать что у вас за под прилавком запасы обуви но они мне значит продали на тоже я говорю вот так простым люди не доставался вот колбасу я эту кстати хочу сказать тоже выбрасывали ее народ толкился в очереди и мне денег-то не жалко а вот ее не был у нас вот в общежитии как буфет буфете полукопченой не было было только вареная и нам мы них не могли я не мог на если потому что в стиле вырос у нас все время каждый день мясное мясо 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 бешбармак там все время бульон жирный на такой знаете как это сказать бульон насыщенный такой да я нас наедался а тут нет и вот я колбасу эту дефицитную я уже рассказывал раза два третий раз не грех наверное закинул в чемодан а ребята учуяли запах отрезали и записку оставили там у вас татар делать обрезание мы твои колбасе вот сделали вот так и было кстати да кто-то что-то бросил здесь потеряли кто-то вот что хочу сказать именно в то время вечером человек мог знать что он там фильм есть менял и и там предисловие к фильму идет советский народ больше времени стало и он их посвящал там чему-то брехня это все было болтология на самом-то деле люди в очереди стояли то в одной то в другой вот этот как назвать жених и с майами что называется там значит у нас щербаков играет молодой еще до относительно вот он приехал невесту искал и там как раз у нас как ее светлана светлана что ли да как она а вот блондинка за углом сходу я не могу вспомнить к сожалению вот еще как-то там в ряде фильмов она снялась и она там значит стоит за этим товаром рядом магазине дают другой они вот бегают потом договорились общий язык нашли и так познакомились он ее туда увез вот так вот было у нас еще вот я помню в редакции начали работал я квартиру получал в этом районе и вот мне говорили там где-то вечером подъезд какой-то и там говорит хлеб привозили люди в очередь устраивались мне тут говорят свободно сейчас захожу магазины свободно а тогда все-таки нет еще это был стратегический продукт поэтому старались чтобы хлеб вовремя подоспел сейчас вот если хлеб не продали вот люди покупать лихани голова не болит а там проблема была куда 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 ну иной раз я вот когда покупаю хлеб не буду говорить в каких киосках там пекут пекарня рядом иной раз некоторые сорта хлеба кусочки 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 там фрагменты попадаются так понял что они пытались перемолоть старый хлеб а в советское время если хлеб не купили отправляли куда отправляли столовые это черт свой хлеб на так называемый панировочные сухари там экономили вот не до вложили мясо побольше положили сухарей панировочных вот и пожалуйста навар получили но очень много таскали я еще был учился а у нас его значит поперли он на заводчик ушел или вообще выгнали и он ночью сторожил детский сад он и однажды предложил 5 литров банку сгущенки сгущенка тогда была в редким дефицитом вообще вот и а вот там улица цвилинга у нас там есть белинского и машиностроители а между ними как бы перемычка идет улица цвилинга и вот я тогда к сожалению хотя печатался в этих газетах до меня не дошло оба хсс обратиться пригласить и что а там какой-то садик детский что ли для детей инвалидов и там мне хозяйка все время жаловалась в окно город вижу после рабочего дня эти тетки говорят тащат поварихи огромный баулы из столовой а тогда я не догадался что можно оба хсс позвать вечер их поймать конечно бои местного значения но опубликуют газете если ты опубликуешь газете да на какое-то время не ну они как этот нюх не потеряют они будут осторожней все действовать ваш покорный слуга например свободное время посвящал чему пошел я в баню иди в баню а захожу там все эти краны болтаются вода течет а государственных 15 копеек тел заплатил и вода без конца течет я об этом написал вечерний сверлоз в газету и потом мне как-то одна с другого курса старше ходил и наш студент ходили в эту баню она проговорилась что живет в одном общежитии со мной человеком который про нее написал она гортам проклятие как я прислала гор заведущей бани вот и было массу всех случаев когда я действительно старался что-то вечерний сверлоз поехать на завод написать материал и постоянно чем-то занимался все-таки интересно было вечером вот сдал материалы на срочный и через несколько часов буквально три-четыре часа проходит и идешь киоск из твоей своим материалом публикации в газете чрезвычайно было любопытно посмотреть на свой материал и вот эти журналисты в газетах работали и здесь я в городе работал наш зарплата была не важнецкая но нами всеми двигал этот интерес увидеть свой материал на полосе это была великая радость все на этом я завершу чем мы занимались вечером я помню прекрасно выходя из торгового центра я сказал что чем мы вечерами занимались время у нас всегда было тем кто занят спасибо за внимание всего доброго